Сабанту и зеркало Души народа – праздник, в котором соединились традиции, игры, обряды и современный национальный колорит. В переводе с тюркского «сабан» означает «плуг», а «туй» – «свадьба». Это праздник плуга, который издавна отмечают татары и башкиры – время окончания полевых работ. Еще тысячу лет назад земледельцы завершали посевную, а потом собирались вместе, чтобы повеселиться, посостязаться и попросить силы природы о богатом урожае. С принятием ислама праздник не утратил своей актуальности. Когда мы отсеялись, мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам хороший урожай, потому что все по воле Всевышнего происходит. Поэтому роль религии, роль Всевышнего здесь закономерна, потому что мало то, что ты посадил. Но если, например, засуха будет, все погибнет. И мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам вовремя дожди. Для Сабантуя нет фиксированной даты. Традиционно его отмечают в июне. Главное, чтобы праздник не совпадал по времени с Рамаданом, когда мусульмане держат пост. Сегодня Сабантуя приобрел статус общероссийского праздника, который устраивают во многих регионах страны. В Самарской области его отметили уже в 35-й раз. Участников Сабантуя приехали поздравить в Рио губернатора региона Вячеслав Федорищев, заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шахразеев, глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости. С праздником вас! Я хотел бы от всей души, от всего нашего большого коллектива, от правительства Самарской области, да и от всех жителей поздравить замечательным праздником Долга. Желаю только самого доброго, здоровья, любви и добра. Для участников праздника выступили творческие коллективы Самары, Камышлинского, Похвестневского районов, артисты республики Татарстан, а также заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз, певец и композитор, маэстро Джейхун Исмагилов. Татарстан 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 с губернатором, проводим его на очень высоком уровне. Он сегодня является примером для всех. Вы знаете, вот когда с Татарем разговариваешь, всегда первый вопрос задают, а в этом году с Сабантой будет или не будет? Мы всегда говорим, что Сабантой будет всегда у нас. Издавна Сабантой был большим событием. Готовиться к нему начинали заранее. Всю зиму женщины мастерили подарки, новую одежду для праздника. Самым узнаваемым элементом татарского национального костюма является тюбетейка. Как гласит восточная мудрость, тюбетейка украшает всех. И седина мудреца, и косы невесты. Сейчас она уже модернизированная, подсовременная девушка. Одевают такие красивые тюбетейки. Мы немножко тоже своего рода по-другому шьем. Но татарский орнамент все равно сохраняем. Традиции татарского народа. Это называется хасите. Это мы сделали для детей, для девочек, чтобы они знали, как наши бабушки носили такие уборы. Вот это хасите. И мы на мероприятиях им показываем, как оно из себя представляет. И они очень даже рады одевать их, носить. Если богатая семья украшали богатыми камнями, вот из камней можно было определить, как живут эти женщины. Специально к Сабантую девушки вышивали полотенца для мужчин-победителей состязаний. Сегодня все эти обряды находят отражение в национальных танцах. Сабантую – это праздник. Когда люди после пустяных работ пришли и радуются. А когда люди радуются, они пляшут, как душа желает. Ну, конечно, у каждого народа есть свои элементы. Но это, например, есть элементы эпипе, борма, в общем-то топотушки. Кто-то, например, танцует от души, просто топает, топает и топает и танцует. Мальчики, например, как-то соревнуются. А если девушки танцуют, это значит лирический, скромный, где тоже отражается характер татарского народа. Обязательная часть программы Сабантуя – национальная борьба Кереш. Двое участников пытаются уложить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака. Это один из древнейших видов спорта у тюркских народов. Вообще этой борьбой тренировали воинов древних, чтобы во время сражений в ближнем бою как бы ложить своих соперников. Также есть кураши на лошадях, то есть также поезд завязывают, садись на лошадь и как бы два всадника как бы пытаются скинуть лошади. Лучшие воины, владеющие искусством древних видов восточных единоборств, назначались военачальниками и считались батырами – героями, предводителями. Сегодня борцы соревнуются в своих весовых категориях, в каждой выявляют победителей и вручают призы. А потом, например, остаются большие веса – 80, 90, 100, и они между собой соревнуются. Кто выиграет, тот абсолютным батыром считается. Абсолютным батыром в этот раз стал спортсмен из Бугуруслана Рафаэль Бельданов. Он победил во всех схватках, как в своей весовой категории, так и в абсолютной. Пришлось попотеть сегодня. Хорошие соперники были. Не просто было, скажу честно. У нас борьба не совсем разносторонняя в бросках. По идее, один бросок через прогиб. И соперник знает, что это будет делать, и сложно применить именно данный бросок. Батыру по народной традиции вручили главный приз соревнований – барана. Самое главное, что приходит большее количество людей с каждым годом, посещает данное мероприятие, не в зависимости от религии и нации. Самара всегда открыта для диалога, для контактов, поэтому мы всем рады. И, конечно, ни один сабантуй не обходится без национального угощения. Называется чаймя – татарские национальные блюда. Вот раньше, когда мои родители маленькие, не маленькие, как в возрасте были, они, говорят, на никах 11 штук пекли и изюмом украшали. Перемечи, костыбай, бурсак и золотистый медовый чак-чак. Считается, что он символизирует своим ярким цветом солнце, а своей формой, собранной в горку, радушие, дружелюбие и сплоченность народа. Дай Бог, чтобы мы дружили, чтобы мир и процветание было, и чтобы в будущем оставить с собой хорошее наследие, хорошее поколение, которые также будут встречаться, радоваться. Каждый год Самарский областной сабантуй объединяет представителей разных культур в общем стремлении сберечь богатое наследие своих предков и передать его будущим поколениям. Субтитры создавал DimaTorzok